Друзья, всем привет! Это вторая часть видео такого большого обзора про 20 вот этих вот мини-орхидей. В первой части, кто смотрел, помнит, что мы акцентировали внимание на 4 из этих вот орхидеек. Здесь 16, а 4 у нас было на соседнем столе, в котором в первом видео я рассказывал о том, как мы те 4 орхидеечки из этих вот 20 мини-фаленопсисов наращиваем корешочки, реабилитируем, реанимируем после покупки в магазины зимой еще в конце 2018-го, в начале 2019-го года. И вот в сегодняшнем видео мы сделаем обзорчик вот этих вот 16 орхидеек, которые вы видите на своем экране. Я вопросы почитал под первой частью такого нашего обзора про 20 мини-фаленопсисов. И наверняка вы зададите вопросы и под этим видео, поэтому сразу говорю, если возникнут вопросы, задавайте, конечно же, в комментариях под этим видео. Не забывайте ставить лайки, пусть это видео тоже наберет 1000 лайков. И чтобы у нас вышла третья часть с видео ответами на вопросы, оставленные вами под первым видео. И вопросы, которые вы оставите после просмотра вот этого второго видео и вот этих вот орхидеечек. И наверняка у вас возникнут вопросы, связанные с той или иной орхидейкой, с той или иной посадкой, с тем или иным уходом. Плюс еще вы можете задать вопросы, которые просто вас интересуют про эти орхидеи, на которые я, возможно, не ответил в первом видео и не отвечу в этом во втором видео. И, друзья, в этом видео я хочу сделать такой, знаете, обзорчик, подробный обзорчик посадки всех этих орхидей. Кто во что у нас посажен и заодно, когда мы будем смотреть с вами, во что посажены эти орхидейки, в какие грунты, в какие варианты компоновки этих грунтов. Это все у нас здесь неорганические грунты, это все не гниющие грунты, это все долговечные грунты. То, о чем, наверное, мечтает каждый архаман, чтобы грунт, в котором сидит орхидея, не гнил, в нем не заводились никакие ни букашки, ни козявки. И чтобы при этом орхидеи себя чувствовали прекрасно. Росли, цевели и как можно дольше жили. Не один десяток лет. А вы, как знаете, я уже говорил, что есть экземпляры фалинопсисов в Лондоне и в Москве, которым более 100 лет, друзья. Ну, ладно, речь не об этом, а о том, что сейчас мы посмотрим, в чем сидят эти наши с вами орхидеечки. Итак, я беру свой телефон и переключаюсь на камеру телефона для того, чтобы посмотреть подробненько. Начнем, давайте, вот с этой вот орхидеечки, которая у нас вот такая вот. Посажена она у нас, посмотрите, во-первых, как она себя чувствует. Вот в таком она у нас состоянии. И посажена она у нас в составном грунте, состоящем из пеностекла. И пеностекло у нас насыпано только в верхней части. А на две трети у нас насыпан керамзит. И вот как нам удачно повезло, то, что эта орхидейка у нас, посмотрите, сразу прям попалась с такими вот корешками. Посмотрите, как наросли у нее корешки вот в этом варианте посадки. Сразу. Именно и задумка у нас была, друзья, когда мы сажали эту орхидею таким образом, чтобы на половину или на две трети у нас был внизу в этом горшке керамзит. Это вот средней и мелкой фракции керамзит для того, чтобы внизу в горшке у нас постоянно была такая влага. А вверху слой пеностекла, он, как мы уже с вами тесты проводили, пеностекло хорошо впитывает влагу и хорошо эту влагу отдает. То есть пеностекло тоже неплохо просыхает, но в отличие от керамзита, пеностекло по своей поверхности не проводит воду. То есть, если, например, мы с вами орхидею ставим, вот как в нашем случае вот здесь, на мокрые пяточки в керамзите, вода на дне присутствует и по поверхности керамзита, по принципу капиллярной системы, начинает подниматься по поверхности керамзита вверх. Таким образом распространяется практически по всему объему горшка, в котором насыпан керамзит и в котором растет наша с вами орхидея. И вот пеностекло, друзья, он не передает воду, то есть он по поверхности своей не передает воду, он очень хорошо впитывает воду, он хорошо в нем, вода из него испаряется, испаряясь она создает такую влажную среду внутри горшка и питает свою корневую систему. Но вот в случае в таком посадке, когда у нас мокрый керамзит в горшке внизу, он как бы своей мокротой, своей влагой создает такое, знаете, к чему начинают тянуться корни. То есть он как бы стимулирует вода, изобилие воды внизу горшка, она стимулирует тому, чтобы орхидея тянула как можно лучше и больше и быстрее корни к этой заветной воде. Конечно же в пеностекле такого эффекта нету и пеностекло, оно создает такую своеобразную сухость между вот этими вот кусочками. Влага есть, но не мокрая, то есть в отличие, вот видите, от керамзита, видите, здесь капли воды, а здесь такого нету эффекта. Это нам нужно было для того, чтобы попка орхидеи не гнила, чтобы попка орхидея находилась постоянно в сухом, в сухой атмосфере. Чтобы вот нижняя часть корней у нас была мокренькая, да, вот она, видите, мокренькая. А верхняя часть была сухая и эффект сработал, корни, видите, потянулись вниз и прекрасно орхидеи себя чувствуют, прекрасно наращивают корневую систему. Вот такую вот, посмотрите, корешочки, вот такие вот. Вот они. Теперь мы ее в сторонку убираем и перейдем к следующей орхидеи. И это у нас, друзья, вторая орхидеечка. Возьмем вторую орхидеечку, вот она, вот такая вот красавица. Здесь у нас немножко другую мы пытались достичь эффекта. Здесь мы пеностекло мешали с мелким керамзитом, с мелкой фракцией в соотношении 50 на 50. То есть, ну, здесь у нас и орхидея, как бы она не была склонна, не была с черной попкой и не была склонна к гниению. Поэтому мы здесь пытались просто посмотреть, что будет, как будет себя, точнее, чувствовать орхидея, посаженная вот в такой смешанный грунт в 50 на 50. И вот, посмотрите, какой вот у нее результат. То есть, мы ее сажали, кто помнит, без вот этих вот двух листочков. За это время у нее наросли вот эти два листочка. Плюс у нее прекрасно себя чувствуют основные листья, с которыми сажали. Ну и, видите, за зиму, за зимний период и весенний период она нарастила по поверхности вот такую вот воздушные корни. И при этом корни прекрасно, смотрите, по поверхности пророс корешок и пошел внутрь горшка. И здесь внутри, вы посмотрите, вот они, корешки просвечиваются. Вот такие вот. Посмотрите, какая прелесть. Вот такая. Я уже в одном из видео рассказывал, когда мы делали с вами обзор посадок в неорганические грунты стандартных орхидей. И тоже мы вот разными такими способами, разными компоновками сажали орхидеи, составные грунты различные. И вот у нас были орхидеи посажены в чистый керамзит, были орхидеи посажены в чистое пеностекло. Потом мы мешали пеностекло с другими, с корой, с серамисом, с перлитом. И вот те стандартные орхидеи, кто помнит, мы, помните, делали обзор в видео четырех стандартных орхидей, растущих, кстати, вот здесь вот на окошке. Вот здесь на окошке они так и стоят, четыре орхидеи. И все они четыре с использованием, посажены с использованием пеностекла, но с разными добавками. Лишь только одна орхидея находится в чистом пеностекле, а три остальных, они находятся одна с керамзитом, вторая с серамисом, третья с корой. И вот те орхидеи, которые посажены в составной грунт из пеностекла и еще какого-то компонента не чистого керамзита, те орхидеи более, скажем так, себя весело чувствуют. Хотя, вот знаете, есть орхидеи, вот, например, как вот эта вот мини, посажена она у нас в чистый, видите, в чистый керамзит. Так, ту же мы посмотрели, мы ее убираем. В чистый керамзит она посажена, вот, посмотрите, сейчас я ее достану. И при этом посмотрите, как она ровненько, прекрасно растет. Вот за это время у нее вот эти два листика великолепно отросли. И плюс еще она у нас долгое время цвела. И вот давайте посмотрим, что у нас здесь, что-нибудь видно или не видно, корни есть или нет. Ну вот, видно, есть корни, есть. Вот, вижу, видите, в ножку пророс корешочек. Вот он. Плюс еще вот он корешочек пророс. То есть, вот я боюсь сейчас ее перевернуть, чтобы снизу посмотреть, что здесь. Боюсь, что керамзит сверху начнет высыпаться. Вот, видите, корневая система. То есть, орхидея прекрасно себя чувствует. Именно вот этот экземпляр чувствует себя прекрасно в чистом керамзите на мокрых пяточках. Но хочу сказать, друзья, что не все орхидеи, которые мы, например, сажали в чистый керамзит, чувствуют себя так же великолепно, как вот именно вот этот вот экземпляр. О чем, кстати, и писали в комментариях зрители нашего канала, которые тоже сажали орхидеи свои в чистый керамзит. Но не получали, скажем так, ожидаемого какого-то эффекта. Тем более, что одна из зрителей нашего канала написала, что она пересадила в чистый керамзит 9 своих орхидей. У всех 9 орхидей, корни, там что-то с ними плохое произошло. Ну вот, я показываю то, что мы все видео, в которых сажали орхидеи в чистый керамзит, вот какие орхидеи себя в чем чувствуют. Вот я сейчас еще посмотрю, вот у нас орхидея. Тоже в чистом керамзите посажена. И тоже, посмотрите, у нее эффект не хуже, чем у первой орхидеи. Может быть, она не так бодро нарастила корневую систему, но ботва у нее тоже неплохая. Здесь уже, кстати, ее поливать пора. Видите, корешок светло-зеленый стал. Это вот яркий показатель того, что орхидею срочно нужно поливать. Тем более, что у нее вода уже практически испарилась. Вот здесь вот видите, что раскуклился старый корешок. Ой, в камеру вот показываю. Раскуклился старый корешок, вот он. И пытается там куда-то расти. Вот эта орхидея с корневой, скажем так, не особо хорошо себя чувствует. Но, честно говоря, я уже даже и не помню, в каком состоянии у этой орхидеи были корешки, когда мы ее сажали вот в этот вот, в чистый керамзит. Но, в любом случае, обе орхидеи чувствуют себя неплохо. Причем, не помню, эту орхидею или не эту, мы с вами обрабатывали от щитовки. Не помните? Нет, это не эта орхидея. Мы с вами другую орхидею обрабатывали. А, вот эту вот орхидею мы с вами обрабатывали от щитовки. Почему эту? А вот я вам покажу как раз вот те характерные следы, которые оставляют... Ну, они уже высохли, уже щитовки давно нету. Это вот та наша орхидея, бледно-желтая, которую мы обрабатывали октарой от щитовки, которая оккупировала у нее желтые цветочки. Мы ее обработали, достаточно было и одной обработки. Но мы на всякий случай два раза обработали октарой, с периодичностью один раз в неделю. И даже после первой обработки вся щитовка, она засохла и отпала. И вот, кстати, пользуясь случаем, вот хочу показать в каком состоянии орхидея у нас после того, как мы... Точнее, после того, как на нее напала щитовка и как мы от нее избавились. Кстати, уже прошло, наверное, сколько? Месяц, наверное, два, точно полтора после того, как мы убрали с нее щитовку. Вот в таком она состоянии. И вот еще раз хочу вам показать, какие характерные следы говорят о том, что у орхидеи... Точнее, орхидея начинает атаковать щитовка, либо клещ. Оранжерейный клещ, который тоже ползает по поверхности и начинает прокалывать поверхность листика. Вот так вот, видите, выборочно. Он ползет и прокалывает поверхность листика, прокалывает поверхность листика, ищет слабое место, где припарковаться, где начать выводок свой. И пока вот не найдет слабое место, и вот в тех проколах, где он лезет, и появляются вот такие вот, видите, капельки. Они, знаете, похожи как на брызги. Вот если взять, например, зубную щетку, намазать зубной пастой и потом за щетину взять вот так вот раз провести, и брызги там на окно или на зеркало будут вот такими вот, как здесь, вот такими капелюшечками. Это первый признак того, что на орхидее поселился, еще не завелся, а поселился либо оранжерейный клещ, либо щитовка. Ну, еще подобные следы могут оставлять трипсы, но это в редких случаях, потому что трипсы сразу атакуют молоденькие листочки, молоденькие побеги, цветоносы и сами цветы. Так что вот такие вот у нас две орхидейки, посаженные в чистый керамзит. Пойдем дальше. Продолжение следует...